здравствуйте друзья у нас сегодня будет небольшой такой променад по даунтауна города los altos город небольшой там 30 тысяч по моему 10 тысяч домов 30 тысяч населения по моему так да значит небольшой здесь так подстраивают что вот эта улица называется ферст как бы первое а вообще в городе две главных улице одна называется мэйн а другая называется стейт мы начнем с какой свет улицы с мэйн пошли мэн то что сейчас видите это задворки вот этой улице где все такое красивое замечательно здесь вот можно заехать поставить машину вот а мы идем к улице мэйн надо сказать друзья что улица мэйн что улица стоит небольшие так буквально там три квартала и они такие как сказать в них есть некая бутиковость то есть вот магазины которые здесь присутствуют это магазины которые такие маленькие рассчитанные на местное население местное население зажиточное в целом я рассказывал раньше что вот была публикация там какое-то время назад о том что город лос-алтас является самым дорогим городом в соединенных штатах если мы смотрим на такие типовые дома с тремя спальнями и двумя туалетами вот самый дорогой такой город страны скажи громко все это не древо сантас цен меньше да тут еще зависит конечно от количества земли но действительно 2 миллиона это уже будет что-нибудь такое типа сарая который надо старенько что очень старенько то есть может быть пригодная для жизни но не будет не безумно да ну что же мы идем как бы по одной стороне а там еще есть другая мне кажется свет машины загораживает красоту очень дорогой а теперь они пишут что они бит интернет прайс если ты придешь магазин который дорогой и принесешь им купончик может быть они тебе дешевле отдадут но если ты придешь без купончика а люди которые здесь живут в основном ходят без купончиков им так так хорошо это мы не такие вредные надо сказать что вот мы лос-алто знаем уже давно довольно давно мы поселились здесь девяносто пятом году и вот это вот улица мэйн стрит и улица стоит стрит этот даунтаун обладает удивительным качеством значит здесь есть некоторые здесь кухне так здесь есть магазины которые давно и они никуда не деваются но основная часть того что вы здесь видите это магазины которые исчезают они так пару лет постоят вот что-то уже заколочено они постоят пару лет а потом глядишь чуть новенько на этом месте они выходят из бизнеса это хороший это хороший магазин обувной давай зайдем да тут магазин в котором продают хорошую дорогую обувь ты знаешь что может быть мы его искали под другим названием моего искали как walking company а это называется footwear сейчас зайдем так вот к чему я говорю здесь бизнес долго не живет и бизнес в основном такой знаете кафетерий тут несколько кофешопов булочки соки там еще что-то все остальное так как-то не выживает ну давай зайдем пока магазин зашли мы друзья в магазин но как это часто бывает кроме цен ничего впечатляющего не было так вот так вот да что-то такое тут даже табличка вот написано что да вот тут 2011 года вещь значит да написано что автор его суду на некоторое время постоянно постояла потом он ее может заберет куда-нибудь да он ее одолжил это не непостоянная инсталляция так вот бывает чек одолжил такие банк банк свои какое отделение банка на такое я бы сказал домашние очень такое да здесь много такого ретро в частности вот например на стенах рисует угловой дом красивый вот эта машинка которая почту развозит вот это друзья машина развозит почту у нее руль с правой стороны и водитель подъезжает ящик туда забрасывает что там у него есть отлично вот я вам говорил что здесь много кофеен это старбакс люди сидят на улице а пахнет как кофейком очень хорошо пахнет кофейком так а это что такое ювелирный что да это ювелирный так хочу тут хорошие запахи вот так я иду так ну дает покушать продолжаем движение ну да можно покушать кебаб вот ведь люди тут прям на улице паркуется обычно прямо так вот на улице трудно запарковаться это что-то у нас флаги так два сразу итальянские и американские а что здесь бутика здесь вот видите открыть так и свободное место нигде сдаем пожалуйста ну конечно здесь здесь не дешево желается какие-то там есть магазин ткани на соседней улице да там сил как-то называется дошел сколько мы знаем этот город он все здесь существует мне такое ощущение что он выкуплен когда-то давным-давно за таких копейки и поэтому уже хозяин что трудно себя представить людей которые покупают ткань чтобы из нее что-то пошли ну да да на какие шиши они существуют вот мои бьюти так я смотрю тут всякие женские дела косметика вся готова еще салон сзади кстати тоже да тут еще знаете может быть у людей складывать ощущения у будущих бизнесменов детская да видите кинз он ли это детская одежонка бутичок смотри какие маленькие сапожки да сложится ощущение что если это даунтаун в дорогом городе то как бы тут много денег крутится можно они и крутятся конечно но часов 7-8 уже закрыто практически все кроме магазина мороженого тут это он должен быть на улице стоит рядом да кроме магазин мороженого тут никакого бизнеса вечером нет вообще так бизнес не очень не очень бойко здесь идет разве что кофейку выпить или может быть там отделение банка в общем-то лусалтас такое спальня и место такая что такое грубо говоря там я пытаюсь слово стейшнере перевести на русский язык канцелярские товары канц товары да хорошо хорошо в общем так по моим воспоминаниям многие из этих магазинах отсутствовали здесь несколько лет назад вот почему вы решили пройтись по даунтаун сан-франциско поскольку магазине сан-франциско лусалтас красиво потому что красивенько маленькие магазинчики хозяева украшают крисмас еще мы ехали вчера очень красиво вчера вечером уехали мимо и было темно значит мы видели освещение очень красиво и подумали надо будет зайти в даунтаун лусалтас в которой сидели карета ехала карета и в карете было но не оленями а действительно на лошадке там было четыре дед мороза в одной карете санта клауса это наша любимая кафешка мы туда сейчас зайдем вот эта кофейня с пирожными светлана говорит а что ж ты внутри не заснял пирожные ну во-первых друзья мы не первый раз тут и мы заснимали во вторых у нас обзор такой городской ведь вот это уже почти у ли улечки буковые относительно относительно конец относительно конец вот мы идем я предупреждал что весь даунтаун это буквально пара улочек буквально пара улочек что теперь вторая 3 ты чё они прям номерованную так мы начали от 1 потом была вторая 3 ага игрушки свои это вот буквально на каждом квартале по магазину с игрушками развивающими это обойдется папа шедорс это там дополнительные деньги значит вот вы видите дерево обмотано лампочками и вот поэтому вечером когда выходишь на улицу идем то все светится и очень очень красиво не не каждое дерево обмотано лампочками но достаточно много вот вечером совершенно невероятно такая радостная такая праздничная картина тоже какие-то они подарки едой пахнет такая что такое это турагентство надо на не пережить ну это их их дело здесь было турагентство ночью люди пожилые любят путешествовать тем не менее пожилые люди они по старинке шопают они так вот приходят вот там лично ты стороне написано что написано да сокрыс попросал одежда для женщин так вот там держит одна японская женщина очень давно держит и она я к ней когда-то обращалась если нужно было там подкоротить руки какие-то решили сделать небольшой алтерейшн так называемый да она держит очень давно это место я думаю люди которые выкупили давно там что в 50-е 60-е годы они могут продолжать делать бизнес у них цена как бы бизнеса не невысокая тех кто сейчас захочет стать на этом месте недвижимость очень дорогая и аренда дорогая мика это наверное посуда ресторан а где посуду тут был раньше посудный магазин понятно мы продолжаем выступательное движение комиссионка типа консаймент так таун лос-алтос таун краер да и тот мест это как бы городской галашатый для жителей для жителей лос-алтос она бесплатная и на свое время когда мы там построили про нас там был целый разворот в этой газете писали как мы построили дом это какие-то колокольчики смотри да ну это так вот спрони там местные новости но у меня даже до сих пор где-то уже засканированная вырезка из этой газеты хранится у меня тоже где-то на работе лежит оригинальный журнал нет это не газета была это было это было приложение к газете такой журнальчик назывался home and garden да и там у меня брали интервью и вот сетеванг в этой газете нас конечно абсолютно бесплатно пришли все сфотографировали до сити бэнк тут давно вот это это этот не выходит из бизнеса вообще на сказать что банки из бизнес не выходят ну и людям же нужно туда все время ходить да так а вот уже такие здания я бы сказал колониального периода такое вне ну не смысле не по времени а так стиль такой это же снаряд этом сарае golden gate kitchen по ним на кеме на тренинг дизайн тоже там цены будут такие снимала не покажется это дизайнерские но дизайнерские тем более бутиковые дизайнерские места они как бы очень дорогие домашние вот это со строительством все связано просто на улице сразу да вот вы видите очень много магазинов с одеждой я помню когда у нас дочь училась в лос-алтес-хай я и говорю слушай а тут у девочек там есть такое чтобы там ну какие-то магазины что все уважают там нордстрем мейсис там и так далее она говорит ты знаешь что считается престижным если вот купили в бутике в даунтаун лос-алтес потому что здесь если есть что-то там 1 2 3 экземпляра там совсем мало то есть не то что вот полукласса в таком придет это мы все еще возле банка вот тут такие часы красивые поставили давно поставили давно вот кто-то видно деньги давал на это потому что фамилии на какие-то люди написаны ну может быть да какие-то какие-то там тут тут много много таких квадратных таких укладок и там он еще таблички и они все с именами с именами каждый кирпичик идет с именем елка как бы вот такое центральное место обрати внимание и елка и минора и минора вот горят уже три нет три 1 1 как бы она для того чтобы поджигать остальные так вот так что вот я думаю что это место играет какую-то роль в городе помимо того что этот банк начинается отсюда центрального с него начинаются две центральные улицы у тесты они тут за дар в этом месте стоит и мэйн да вот направо пошла улица мэйн стоит справа идет улица стоит а вот здесь идет улица мэйн вот они здесь сошлись это правда вот в америке иногда есть такая манера вместо цифра того чтобы цифрами номер дома писать пишут словами вот написано ванна и лаван мэйн 1111 мэйн да это это бывает такое но собственно мы дошли почти до конца улицы может быть еще квартальчик пройдем мы пересекаем улицу по пешеходному переходу культурненько вообще здесь вождение очень такое милое культурное и улицу стоит нам придется света пройти в этом же направлении потому что у нас солнце сзади а снимать против солнца мы не можем вот тут недавно построили гостиницу вот вы видите справа она так во франции до 100 ну да во французском таком стиле и там даже написано иншантей это подойти поближе я без очков и большие буквы хорошо вижу маленькие бутик вот хотел да бутик вообще французское слово но но слова и уж иншанты написано француз как вы по-французски вич там с ударением иншанты а хотел может быть больше вот такой французский оля отель тут у нас 40 мэйн и здесь справа это был бизнес билдинг по моему здесь всегда вот тут с левой стороны вот тут всегда были какие-то маленькие бизнес очки сейчас мы подойдем поближе вот собственно и вся улица мэйн в этом месте она закончилась посмотрите тут лестница такая и внизу на первом этаже что-то там делается и вот так на втором симпатичным и вид такой как будто бы прям как жилые помещения но это не живы это это бизнес если покажи напротив вот туда покажи а вот этот комплекс который напротив на дороге целую построен году в девяносто шестом 20 лет назад 20 лет назад что такое это такое senior community для пожилых людей которые вышли уже на пенсию но для того чтобы получить здесь жилье или купить здесь жилье на самом деле нужно быть обязательно жителям лос-алтос то есть вот на наших глазах наш сосед там просто не просто жилье а там еще с уходом медицинским нет ну подожди там не совсем так наш сосед когда мы жили он продал свой дом в общем-то неплохо продал и купил здесь квартиру здесь квартире есть таунхауза у них есть медсестра по вызову у них есть там когда люди становятся совсем пожилые там может и врач прийти мы так одну секунду свет я светофор покажу вот эти звуки которые вы слышали это для слепых это он оглашает что можно двигаться если человек не видит красный свет но вот именно особенность именно этого места то есть если ты не житель лос-алтос то ты не можешь купить здесь жилье то есть мы когда были жителями еще могли претендовать на это должен быть старше там 55 лет а вот еще могли претендовать на что-то а сейчас поскольку мы уже не жители мы уже даже не можем себе позволить такой но надо сказать что нам не то чтобы хотелось это отдельно какие пальмы симпатичны это готовы привозят да даже больших напротив вот говорят сети фитихолки тупо нашего голоса лос-алто скиси тихо вы видите как парад уже есть планы на перестройки но пока что он действительно бороться на цели пути по построенному там знают десятка сорка а вот правее его вы видите деревья стоят так это остатки тех фруктовых садов которые здесь были раньше это все оригинальные когда-то фруктовые сады и там если дальше по улице пройти там много и там периодически целую кучу шампиньонов помнишь шампиона не помню но городские власти регулярно собирают урожай и как-то его реализовывают видимо очень давно потому что я не помню мы снова друзья вернулись на первую улицу first street вот тут здание магазина сэйфвэй мы-то его помним совсем такой развалюшка это уже новое построили на первом этаже парковка сам магазин на втором тут замечательный такой нежный уголок можно взять кофейку посидеть хорошо вот и мы начинаем еще раз двигаться спиной к солнцу сначала мы шли по улице мэйн а теперь пойдем вот слева у нас открывается улица стынь пойдем по ней мы переходим на эту сторону чтобы быть на теневой стороне я вам говорил что здесь в основном кафешки бутики вот собственно так вот и есть вот вы видите салон барикмахерскую собачьи магазин где здесь покупают для собак на такой маленький бутиковый вот так идешь мило собачкой и купил чего-нибудь собачки да а может быть это не настоящие настоящее ну совсем маленький какая замечательная кепка следует узнает такая цветастая это друзья в моем стиле сюда покажи меня как я хожу по даунтаун лос-алтес только так чтоб вся голова входила но то они полет и ни черта не видно как на этим научим ну а так друзья вот я как есть я не вручку я против сил тьмы вот такая же по фасончику такая же кепка вот давай я сюда встану и ты покажешь может твоей рубашки больше подходят даже да ты что вот друзья пожалуйста специальный ящик для того чтобы санта клаус письмецо отправить видите это не просто так а вот такое специализированное через скейтборд знаешь так со стороны идешь думаешь неужели тут книги или видео а там на самом деле доски доски ну я думаю это чисто декоративное такое да так на той стороне у нас ковры что такое ателье грей я не знаю ногти делают понятно а пахнет хорошо пахнет кофейком а вот тут рамки делают не то что здесь картины продают а именно рамки да да вот они ну принт это чисто так чтобы показать что рамка не не пустая да у кого-то есть фотография или там чего они и раз нас кислород это пицца кофе надо до собак с хозяевами сами они тут не живут но и хозяевами могут и тут вот положено ну то есть очень часто можно увидеть на улице хозяина своими собаками добиваясь а это вот какие-то издания некоторые бесплатные а некоторые за денежку вот вы видите вот это за денежку написано доллар пятьдесят это местная газета самая популярная доллар пятьдесят обычно а два 50 воскресное издание вот бросаешь монетки вот сюда в эту щелочку и потом так вот дерг вот тут за ручку и забираешь газету что интересного когда открывается то количество газет которые ты можешь взять не ограничено то есть имеется ввиду что ты возьмешь одну конечно вопрос как факт да кастом такие шкафы полочкой кабинетики полочки на тут написано это модерной лифорния клоза с шкафы калифорнийские шкафы то есть это такое место где люди выбирают подбирают себе шкафы а им дальше приходит и устанавливают так вот я думаю на втором этаже там жилье или похоже на офис на когда-то даже туда ходили он был фуриентами когда-то ходили давным-давно когда еще нас в школу гаража было присматривали помещение да очень дорого именно в этом здании на втором ты уверен что это был это здание а не не какое-то еще забыл это знание то что я помню эти окна балкончики и там мы смотрели эти классные комнаты и такой был дорогой на втором этаже вы хотели ты знаешь что дело было не то что он был дорогой по моему дело было то что он был маленький и было понятно что если нужно будет еще одна классная комната 2 комнаты уже нет по моему из-за этого здесь то они стали снимать так а пианино слушай стейн вей энд санс но это хорошие такие рояль и да я думаю что это от качества качество звука от цвета не зависит но для понту конечно да это это такие галереи тут уже не рамки продают а вот то что в них внутри а это знаешь как на любителя да да вот он едет с такой выливает водичкой раню баллон с водой на коляске как часто вы просто берете воду на воду? да в сентябре может быть 1-3 раза в неделю если не ловит, то я должен водить и что в сутки? в сутки может быть 4-5 раза в неделю потому что это очень холодно и все это сделано в руках и это что-то что-то стоит на каждый день Ты знаешь, я никогда не думал, кто действительно водит это. Я имею контракт для двух улиц, и я имею около 100 бутылок, которые я занимаюсь. Это как полчаса работа. Ну да, я приеду здесь вперед, а потом я делаю моим регулярным бизнесом, которое называется ландшафт и гардероб в районе. Это только один контракт, который я имею. Но я часто начинаю в 5.30 в вечер. В основном, ты работаешь для государства. Спасибо большое. Вот он рассказал, что у него контракт. Он вообще занимается газонами, всякими травками. Но у него есть контракт с городом на полив. Вот, все вручную. Да, и он зимой поливает 2-3 раза в неделю, а летом может через день ходить. Летом может там, да. Да, он ходит очень рано. Вот видите, тут на полу, в смысле, такая плита. И говорят, вот, Second Street и State Street. Вот, вы пришли на пересечение. Хотя, в принципе, и сверху тоже написано. Вот, то, что табличка коричневая, говорит нам, что мы находимся в городе Лос-Алтус. Да. Вот здесь по диагонали, то есть когда ты едешь по той стороне, тебе сразу написано обе улицы и там то же самое. А вот на этих двух постах ничего не написано. Да. А вот очень часто бывает, что вообще один какой-то пост совершенно неизвестно где, и ты едешь, совершенно не понимаю по какой улице. Это бывает, друзья. Вот. Все случается. Все случается. Вот боковые такие улочки. Это, в данном случае, вторая, да? Это вторая улица. Ну, тоже на ней что-то есть. Вот еще кофешоп. Смотри. Тут сколько тут кофешопов-то. Мама родная. Тут такое ощущение, что люди только и делают, что кофе пьет. Вот. Пойдем с ним красивый каменный магазин. Света углядела красивый магазин с камнями там на витрине. Говорит, пойдем поснимаем витрину. Ну, друзья, а чего не снять витрину? Пойдем, конечно. Сейчас дорогу перейдем. И снимем витрину. Да. Красиво. Тут минералы. Ну, не только минералы, но и изделия. Вот видите, шахматы. Ты знаешь, такое ощущение, что этот магазин ссылка, он был вместо этих камней. Светик, я не помню, какой магазин где был, честно. Ну, где-то здесь было. И уже тут-то оно вышло здесь. Вот красиво. Смотрите, как. Такие красивые, большие каменюки. Да. Это аметисты. Вот они так в природе. Такой большой камень, а внутри вот аметист. Но эти очень мелкие. Эти очень-очень мелкие. Они бывают размером просто серьезного размера. А вот это называется селенид. Камень. Камень. Очень-очень прозрачный. Обычно его в Марокко добывают. Да. Вот это, ребята, это ляпис лазули. Как правило, ляпис идет из Афганистана. Вот это очаровательный камень. Тут надо встать, чтобы солнце так отражалось. Называется лабрадорит. Лабрадорайт. Очень красивый. А вот тоже аметисты. Но такие более темные, более симпатичные. Вот здесь. Да. Здесь вот дорогие аметисты. Они маленькие, но они темные. Чем темнее, тем и короче. А вот здесь вот эти кусочки кластеров. Красивые аметисты стоят. Ну, они маленькие, да. Здесь более качественные камни. А вот там внутри, если мы заглянем, внутрь магазина, вот там лежат громадные вот эти вот... Ой, у меня птичка копнула. Сомневаюсь. А что мне больно? Там лежат такие, стоят громадные чаши. И вот там внутри эти аметисты. Вот вы видите. Большие, прибольшие. Это из Бразилии обычно отвезут. Ну, смотри, это тоже выдр наш. Фигурка. Там, да? Фигурка. 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 Ну, даже не знаю. Какая-то фигурка. Мы возвращаемся на теневую сторону улицы. С целью лучшего качества съемки, естественно. Так. Чего тут с этой стороны? Какие-то сувениры, даже не знаю, как это назвать-то это все. Странный такой магазин. Здесь вообще в основном странные, да. Ну, потому что дальше непонятно, на чем они могут выживать вообще. Нет, они и не выживают, собственно. Ну, это все-таки же они не в комплексе. Выходят, периодически выходят. Но улица стоит, мне кажется, такая более зачуханная, нет? Да, да, конечно. Мэйн. 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 Ту. Так. А тут что у нас? А здесь вязательный магазин. Да ты что? Да. Ну, в смысле, не идешь и люди вяжут? Ну, идешь. Еще и пряжа продается. Тут классы есть при этом магазины. А, есть занятия по вязанию. Тут вот видишь книжки, как вязать. Ага. Вот. Такие необычные нитки. Вот. Ну, вот вязать изделие какие-то. Дело в том, что в Америке теряется смысл, чтобы... Слушай, действительно, пряжа светлая. Вот. Друзья, вы видите пряжу, посмотрите, сколько пряжи. Люди для своего свободного времени, но их успокаивают, сидят, вот и даже тоже. И это пользуется каким-то способом, потому что этот магазин здесь очень давно. Я видела, вот видишь, это самое написано, открытая вязальная ночь. А, canceled, окей. Кернсел. Ну, это значит, они есть. Ну, вечер. Скорее вечер, чем ночь. То есть, вот кто-то приходит и берет классы здесь. Да. Так, а это что такое? Что-то они рассылают по всей стране, чтобы это было. Сухари сильно, да? Ну, вот там какие-то, да. Наверное, что это очень полезная. Здоровая еда какая-то. Наверное. Вот видишь, какой-то тандеркейк. Сандеркейк. Сандеркейк. Ну, это извращение, короче. Да. А здесь книжки продают. Это магазин книжек. Детских, наверное. Наверное, детских. Да, большой. Он довольно глубокий такой. Наверное, тоже можно их почитать. Что-то такое, да. Книжки. Наверняка, если это книжки кто-то читает. Нет, я имею в виду, что для детей обычно у нас есть какие-то типа... Вот смотри, Света. На 40% скидка на книги по поводу Крисмаса и Хануки. Вот. Какие-то тут вот что-то объявления. Ну, да. Это для учеников в школу. Вообще, надо сказать, что... Для каких-то уроков, для каких-то классов, то есть... Надо сказать, что вообще с книжными... С книжными магазинами, которые ткани продают. Такое ощущение, что он уже действительно зоди. Смотри, вот он уже выходит из билла. Вот он существовал, сколько мы здесь живем. С чего он выходит из билла? Ну, он пустые в деревне там. А-а. А вот самое оживленное место в Даунтауне. Вот Баскин Робинсон. Робинс, я извиняюсь. Баскин Робинс. Это магазин мороженого. Вот тут детишки обычно ходят вечерком. И так приобретают. Хотя там и работают, в основном, детишки тоже. У меня такое ощущение. Старшеклассники. Там хозяйка была уже очень пожилая. И она, наверное, уже совсем на ретаймент ушла. И вот поэтому магазин забит. И там будут следующие. Очевидно, у нее это здание выкуплено. И поэтому она могла тут всю свою жизнь, собственно, прожить. Потому что представить себе, кто покупает ткани, чтобы шить. Это даже тоже себе представить. Да. А вот Noodle and Grill. Тут можно покушать. Ну, вот сказать, что в большинстве мест, где можно покушать, мы с тобой никогда не кушали. Да. В этом, на этой улице. Адюшки маленькие. Да. Адюшки. Ой, собачки. Сразу две. Так. Попион. Если по-французски читать, то будет Попион. Попион бутик. Такое ощущение, что вот эти вот манекены, они как бы выпендриваются. Знаешь? Да. Ну, самое лучшее вешают на манекены, чтобы привлечь внимание, конечно. Хорошо. Адюшки. Адюшки. Это, наверное, классы какие-то по борьбе какие-то. Это класс. Может быть, но почему там магазин-то не с этим связан. Там что-то есть для занятий сзади вот. Да. А это какие-то гленки, какие-то мячи. Может быть, они мячами дерутся. Да. Видишь, палочки всякие. Там действительно сзади есть место для занятий. Нет. А вот смотри, какие-то палки такие, чтобы дараться этими палками. Да. Это палочки каратистские, да. И вон мячи там. Друзья, если хотите кому-то, ну, в общем, приходите сюда. Здесь все для этого есть. Да. Так. Еще, еще и научат. Да. Собака, такая американская собака, друзья. Она. Да. Красивая. А это что такое? Это такой тоже офис-билдинг, в котором, там если внутрь зайти, вот там больше возможностей. Но вот то, что мы видим снаружи, там какая-то партняжные услуги. Так. А тут? Какой что? Да. Кафешка. Кафешка. Органический кофе и свежие соки. Да. А, слушай, а где люди? Вот странно, что людей нет. Ну, дело просто рабочий же день сегодня. Это же у вас только каникулы. Сегодня вторник, не воскресенье, поэтому мало народу сюда. Понял. Если бы это был выходной день, у всех кафешек бы сидели люди. Понял. Это тур Эйфель, это вьетнамский ресторан. Вьетнамцы, поскольку были когда-то колонии Франции, то иногда выпендриваются и косят под французское. Вот у них такой французский ресторан, но там вообще держат его вьетнамцы. Так. Ну, собственно, мы пришли уже дальше идти. Да, это вот третья улица. Мы ее пересекаем. И, собственно... Там уже ничего нет. Да, собственно, закончился, закончился даунтаун Лос-Алтас, друзья. В общем, мы фактически... Ну, вы весь обошли. Да. Ну что, тогда мы прощаемся на этом месте, правда? Друзья, мы с вами прощаемся и до встреч в других даунтаунах и достопримечательных местах... А цветочки не послали. В достопримечательных местах Кремниевой долины. Цветочки красивые. Да. Которые дяденька поливает. Да. Вручную. Вручную. Вручную.